Всем привет друзья! Это наш второй влог и теперь мы в городе Актау. Здесь мы покажем вам новые аквапарки Лагуна и Тетис Блу. Пройдемся по скальной тропе, поделимся ценами и полезной информацией. Все цены в видео я буду указывать в долларах в верхнем левом углу. Такси с аэропорта до города вам обойдется в 2000 тенге, ну а нас встретил мой брат Айдос. Оставив наши сумки в апартаментах, мы первым делом направились на пляж Достар, где цена входа всего 500 тенге с человека. Мы были на этом пляже 5 лет назад. Нам понравилось, что на этом пляже достаточно теплая вода и вокруг чисто. Второй запланированной локацией оказался аквапарк Лагуна, который находится на территории гостиницы Holiday Inn. Если вы хотите покушать в ресторане, то вам придется заранее пополнить деньгами ваш браслет. Аквапарк достаточно хорошо оснащен. Ящики для хранения открываются с помощью браслета, а также выдаются полотенца. Цена входа 5500 тенге со взрослого. На территории гостиницы также находится ипподром, где вы можете покататься на лошадях полчаса всего за 2500 тенге. Следующая локация – аквапарк и парк аттракционов Tetis Blue, который находится на территории гостиницы Rixos. Цена входа – 11250 тенге со взрослого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Зайдя на территорию, я заметил, что аквазона почти идентична аквапарку Лагуны, и мы решили провести весь день в парке аттракционов. Уже в течение двух часов ходим по Tetis Blue. Горки так и не заканчиваются. К сожалению, большинство из них моя дочка не пускает, хотя она не боится. Изучаем, смотрим. Надо сейчас будет в ресторане покушать. Все круто, все нравится. Надо все увидеть своими глазами. Но я накидаю вам пару роликов с видами. Все супер! Тетис Blue Также хорошо оснащен. Можно использовать ящики с кодовыми замками. Для намаза здесь предусмотрели специальное помещение со всеми удобствами. В итоге, покатавшись на всех горках, мы остались довольны. Сейчас зашли в пещеру через скальную тропу. Здесь очень прикольно, интересно. Весь потолок из такого материала сыпется. Все это выглядит очень прикольно и немного опасно. Посмотрим, что там дальше будет. Ну и здесь тупик. Успели уже что-то написать о скалах. Пойдем дальше. Скальная тропа. Эта локация также обязательна к посещению. Продолжение следует... Пойдем дальше. По скальной тропе достаточно долго ходить, а вот красота вокруг этой тропы просто завораживает. Не хочу быть многословным, посмотрите и убедитесь сами. Настоятельно рекомендую вам пройти к пирсу, сесть в катер и увидеть всю эту красоту с другого ракурса. Вот и заканчивается наш короткий трип в город Актау, где мы также успели увидеться с близкими. Отдельное им спасибо. Каждый раз встречает нас очень тепло. Мы будем скучать. Как отдохнуть? Отлично. Мне все понравилось. Мне тоже. Хорошо отдохнуть? Да. Расслабились, ни о чем не думали. Купались. А Актау реально в начале сентября отдохнуть? Реально, да. Но если вы хотите только на море купаться, то мы думали пораньше. Но мы и успели и на море, и ездить. Пишу цены в долларах, так как очень надеюсь, что Актау посетят гости из соседних стран. Я вам обещаю, вы не пожалеете. Вот и пришло время прощаться. Но я надеюсь ненадолго. Жмите палец вверх и подписывайтесь. Дальше будет еще интереснее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!